всем привет на связи федор васильев и в этом видео я хочу вам показать долгожданное обновление grid box grid box обновился до версии 225 и в этом обновлении мега меню ребят то что лично я ждал очень давно давайте рассмотрим новые возможности меню итак перед нами есть некое меню тестовое меню мы уже можем видеть как например из ниспадающего списка выскакивает менюшки при наведении меняет цвет да ну давайте все посмотрим зайдем в настройки меню во первых теперь очень удобно здесь добавлять меню вот сейчас я тестовые менюшки удалю оставлю три менюшки например прямо отсюда мы сможем кликнуть и добавить какое-то меню выбрать страницу то есть конечно же эти страницы уже должны быть заготовлены в самом grid box ну я просто беру выбираю страницу выбираю сохранить дальше мы можем выбрать это корневой пункт меню или это вложенный то есть соответственно если я сделаю так главный нажму сохранить то здесь появится стрелочка маленькой зеленой сейчас ее не видно сейчас цвет поменяем и вот оно меню соответственно если мы опять зайдем в данное меню да то мы можем повесить здесь иконочку сохранить вот при наведении вы видите здесь плюсик появляется соответственно к основному корневому меню мы можем также задействовать шрифтовые иконки абсолютно произвольные которые нам нужны но здесь сейчас плохо видно давайте поиграем с цветами дальше у нас макет горизонтальный вертикальный дальше переходим на вкладку дизайн здесь есть навигация выпадающий список и субменю давайте рассмотрим ну здесь штатные настройки дальше размер иконки вот зеленый цвет при наведении активной давайте сделаем так чтобы это было хорошо видно вот сейчас вы видите да красным цветом стало меню дальше фон не задан можем задать фон сейчас вы видите у нас теперь появляются реальные кнопочки вот я навожу мышь да видно далее обычный цвет черный соответственно это у нас цвет самих менюшек да то есть при наведении час они красные в обычном спокойном состоянии они белые соответственно фон не задан можем тоже задать некий фон вот вы видите да они оранжевые при наведении желтый то есть теперь у нас такое полноценное меню всевозможные отступы теперь есть возможность значит добавлять рамку вот вы видите черная рамочка я добавил только с одной стороны справа до слева пожалуйста и скругление конечно же тоже присутствует вот таким вот образом дальше смотрите прокручиваем наверх здесь мы выбираем выпадающий список да это настройки вот этого выпадающего списка видно что цвет черный у нашего списка мы можем выбрать любой произвольный цвет видно что теперь серый но давайте какой-нибудь тоже возьмем чтобы было видно хорошо одно из таких важных моментов у нас бывает что нам нужно как-то обрезать ширину менюшек здесь это делается вот она теперь уже не такая большая дальше ну анимация понятное дело для ниспадающего списка можно задержку увеличить то есть вот появляется именно выпадающий список видите анимационно теперь дальше внутренние отступы тень все здесь присутствует переходим например главное здесь мы видим написано мега меню и чекбокс да но сначала давайте я уберу главный подменю например для главной нам нужно сделать крутое субменю если мы зайдем в карандаш то есть мое меню кликаем сохранить то сразу у нас появляется знакомый для вас а такой некий редактор да где у нас есть колонки где мы можем добавлять еще колонки и это может быть до бесконечности вы видите да что мы сюда можем поместить любой плагин это можно сделать для любого вот корневого меню то есть для блога блок 2 ничего нет а для головы для главной например нам что-то нужно ну и конечно же здесь добавляется любой плагин текстовый ли это может быть либо это еще может быть что-то вот вы видите я вставил джумал картиночку здесь здесь вынесена новая иконка это та же самая библиотека если нам нужно вставить что-то из библиотеки видите вот у всех здесь при наведении подставляется такая в середине иконочка соответственно штатные настройки тоже секции все присутствуют ну и соответственно цвет всему этому делу да вот он фон желтый надо изменить меняется это все здесь так теперь смотрите вот настройки вот этого цвета до зеленого где у нас это меняется давайте посмотрим то есть смотрите это у нас дизайн и это у нас субменю штатные настройки выше также иконочку размер поменять и вот они например зеленый у нас при наведении надо поменять меняется это все здесь вот теперь фиолетовый да и цвет текста белый меняется здесь вот соответственно текст оранжевый при наведении все возможные отступы рамки здесь все это задается и обычный цвет то есть белый например делаем красный этот цвет текста красный также цвет заливки вот сразу изначально зеленую вот сейчас фиолетовое при наведении да то есть вот так это работает дальше смотрите у нас здесь еще мобильная коллапс субменю это просто галочка стоит если вам нужно чтобы меню у вас выглядел вот на мобильный давайте посмотрим видите менюшки да и вот чтобы было видно разворачивающие вот этот список именно возможность вот так вот сворачивать и разворачивать если на мобилке это нужно тогда мы с вами в настройке мобильный оставляем галочку если мы снимаем просмотрим опять мобильную версию то здесь а сразу все в развороте да и мега меню все вид видно сразу это был обзор новой версии grid box 225 не за горами новый год и если вы хотите изучить grid box более детально у меня есть потрясающий курс для новичков сейчас он идет с очень большой скидкой новогодний поторопитесь пока скидка не закончилась если вам эта тема интересно пишите мне в комментарии под этим видео или на мою почту по поводу скидки если вам это интересно на этом данный урок и заканчиваю и до новых видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь